В Белгороде завершилась медицинская конференция для лор-врачей. В ее рамках для участников провели онлайн-мастер-классы из операционной. Это уникальный опыт для региональной отоларингологии. Подробнее расскажет Елена Погорелова. Пациентка молодая девушка, 27 лет. Согласно медицинским исследованиям, затруднение дыхания снижает качество жизни человека даже сильнее, чем проблемы с сердцем. У этой пациентки за последний год это уже четвертый случай рецидива болезни. После томографии появилось подозрение на наличие кисты в одной из носовых пазух. Врачами было принято однозначное решение – необходимо хирургическое вмешательство. Методика этой называется эндоназальной, поскольку она проводится исключительно через естественные пути, то через нос. Если так утрировать, то через ноздрю человека. Снаружи никаких разрезов не делается. Если раньше проводились достаточно травмирующие разрезы для доступа к определенным частям пазух, то в этой ситуации этого не производится. Операция состоит из двух частей. То есть операцию на перегородке носа мы выполняем под контролем операционного микроскопа с увеличением, а операцию на околоносовых пазух с использованием эндоскопических техник. Подобная техника помогает более пристально взглянуть на состояние слизистой оболочки, а также с минимальными травмами вернуть пациенту нормальное дыхание. Операцию проводят известный не только в России, но и за рубежом отоларинголог из Ярославля Андрей Шеленков. За всеми хирургическими манипуляциями в соседнем здании наблюдают несколько десятков медиков. Это первый случай в регионе, когда в программу медицинской конференции среди лор-врачей включают прямую трансляцию из операционной. Большая аудитория, которую просто физически невозможно привести в операционную, может наблюдать, следить за ходом операции, участвовать в дискуссии. Нет пределов для совершенства. Вы знаете, ни одна операция, ни одна методика не может окончательно быть идеальной. И сколько школ, столько и мнений. Есть какие-то тонкости, какие-то нюансы. Подобные операции для медиков – обычная практика, но классический случай вмешательства в любой момент может стать прецедентом, дав осложнение. Поэтому так важно совершенствоваться именно в подобной рутинной работе, отмечают слушатели. Каждый пациент довольно своеобразный. И даже левая и правая половина носа приходится совершенно по-разному делать подходы в связи с патологией пациента. Поэтому информация довольно интересная. Участниками конференции «Наука и практика в отоларингологии» стали порядка 90 медиков из Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областей. За два дня они прослушали порядка 10 лекций и посетили 4 онлайн-мастер-класса. Елена Погорелова, Сергей Драчёв. К этому часу. Белгород.